хоба привет с вами доктор влад у нас 19 градусов днем будет 27 а на солнце и того больше и вроде бы вечерком дождичек будет это хорошо а то прям вот это вот жара ну хоть траву не надо стричь тут всегда всегда что-нибудь хорошее можно найти новости какие ну во первых вот этот комментарий очень интересный приветствую доктор влад с наступающими вас праздниками фильм послезавтра помните он говорил да еще я грозился что на москву будет арктический холод и вспомнил фильм послезавтра вот товарищ пишет фильм послезавтра у меня тоже один из самых моих любимых фильмов про постапокалипсис там играл индийский актер английский актер иэн холм в роли английского ученого на автономной станции на севере англии он сегодня умер в возрасте 88 лет от болезни паркинсона во как интересно получилось помните момент что они там остались на станции у них там только один коньячок остался они его и внутрь и топятся и мы в конце концов вот такой вот артист интересно совпадение жалко артист хороший да вот он он еще играл во властелине колец в общем очень много фильмов 88 лет ему было он скончался в больнице в окружении семьи умер от осложнений возникших от болезни паркинсона он играл пятый элемент авиатор чужой бразилии ну полно 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 короче фильмов причем в 1998 году королева елизавета 2 посвятила холма в рыцари ему присвоили дворянский титул за вклад в актерское искусство о как ладно так новости россия беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз но надо понимать так да выдаваемых для граждан третьих стран то есть если кто-то получил визу ну из ну из той же америки да вот я например получил визу в россии я могу слетать в беларусь и и наоборот виза в беларуси также на территории россии работает это хорошая новость так у по 404 а чё это у меня было 404 а схигумен сергий призвал патриарха кирилла сложить свои полномочия на ригном и уже нет они туда чё не то уже не призывает он даже его что-то ругал за экуменизм я специально в википедию полез посмотреть что это такое это идеология всехристианского единства сближение различных христианских конфессий а за ругать ну вот той новости уже нет ребят ку-ку парша пашинян пашинян отменил визит на парад победы в москве он не может связи с эпидемиологической ситуации с коронавирусом ну правда ничего делать даже пашинян в римлянской области отменили режим обязательной самоизоляции для жителей в регионе разрешаются групповые чё а экскурсии в музеях ну это ладно состав не более 5 человек так в орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с коронавирусом прокуратура прокуратура орловской области проверит информацию о дефиците больничных мест для пациентов с коронавирусом проверка организована после выхода в издании орловские новости интервью с главными штатным инфекционистом региона заведующий областным гепатологическим центром городской больницы боткина викторией андоньевой доктор сказал что инфекционисты области работают на пределе возможности а коек практически не осталось для коронавирусных больных х интересно и вот мне кто-то уже написал что горькой койки где-то она читала или смотрела ролик что дело то не в койках ну койку то можно поставить но сама койка она же не лечит понимаете вокруг койки должен быть и врач и медсестра и санитарочки и все что угодно правильно вообще-то койки не лечат да сами по себе путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в норельске ну чё да ликвидировали вообще очистка приступили к очистке загрязненных площадей да ладно ребята ничего не там не верю я в это так и будет лежать ну вот она в грунт впиталась на чего будете яму копать что ли не будете а технологии нет чтобы из грунта доставать еще из воды кое-как можно из грунта безнадежно они просто скидывают рядом и все а вот интересно я залез на яха вот и вот в дэнвере да и у нас вчера по телевизору тоже передавали в дэнвере короче полицейский застрелил какого-то опять черного парня вот но его даже не обвинили дело в том что значит он достал пистолет куда достал пистолет целиться в него но тот конечно выстрелил полицейские это непосредственно угроза жизни так вот сейчас родственники вот это парня говорят что он достал пистолет для того чтобы отдать его полицейскому но какой-то у него на груди камера сейчас у всех поголовное у нас чикаго тоже самое да вот и показывает что он просто целиться в него из этого пистолета но в общем его даже не это никак не наказали этого полицейского но убил и убил защищался но вот так ребята очередной такой скандальчик так это что еще такое зам госсекретаря сша ушла в отставку из-за разногласий с трампом еще одна афроамериканка мэри тейлор ушла в отставку из-за комментарией из-за комментариев и действий президента дональда трампа по поводу расовой несправедливости он тут болтает что не попадет да ну а что то не значок здесь какой 50 лет кпсс что ли нет флажок какой-то у трампа трамп тут фотографии трампа то комментарии действия президента это ее слова касающиеся расовой несправедливости темнокожих американцев резко противоречит моим главным ценностям и убеждениям и и вот она уволилась да а вот тут еще это где у меня газетка нет это московский комсомолец захвативший монастырь на урале схи игумен выдвинул патриарху кириллу ультиматум ну да вот это вот типа уходи сам захват произошел новое видео появилось на youtube канале соратника какого-то всевозмогучего патриарху кириллу митрополиту и ларион и многим другим до церковного суда надо сложить свои полномочия о как ребята так что тут еще борецкий взял обратно слова нахождение в машине с ефремовым это другой борецкий это стас борецкий якобы то ли он был машине то а как он был машине он там не поместится просто он такой знаете у меня он в экран не помещается то ли был то ли не был непонятно о ситуации крайне непонятно все это все что вы хотите знать про ситуацию мы действительно достойно ответили на угрозу путин о противостоянии эпидемии коронавируса в россии ну чё ну ой чокнутый и вот этот комментарий на днях совете федерации выступал генеральный прокурор краснов рассказал а реально о положении дел в медицине а тут звучат фанфары на так глава ввоз предупредил о вступлении мира в новую опасную фазу пандемии всемирная организация здравоохранения накануне получила сообщение о более 150 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции за сутки по всему миру пандемия продолжает быстро состраняться заявил глава организации тедрос адханом гибрейсус так вот ребята и в россии то же самое очень много очень ладно да то парад российские продавцы потеряют триллиона рублей сектор непродовольственного ритейла в россии может потерять более шести триллионов рублей по итогам года многие продавцы недосчитаются миллиардов рублей да ребят нехорошо это под мурманском снова запустили поезда после обрушения для моста ну ребята это помните фильм да вот год ягод инженер вот поезд идет да а моста нет он поезд переворачивается трубой вниз и чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук а потом опять значит переполз вот это вот но какой-то ям до трубой вниз зовут наверно тогда нет я посмотрим ах в обход рухнувшего моста мосты рушатся никогда такого не было слушать я не восхваляю совок чтобы мосты рушились ладно в россии объяснили геноцид панцирей турецкими bayraktar tb2 зенитно-ракетно-пушечные комплексы панцирь а они другие там они другие а у нас есть еще и хорошие а чё же экспортная версия отличается от от обычной да у них есть только оптическая система управления а у нас на самом деле имеется трехкоординатная станция обнаружение целей с полуактивной фазированной антенной решеткой то что вот какая чушь а ну разбомбили и все но не умеете делать панцирь у дочери назарбаева нашли элитную квартиру в москве да кто б сомневался вот а все одно и то же юрий дуть голосование за поправки в конституцию это позор ну вообще друзья слушают ребята да вот он выступил тут она их москвы и вообще цб назвал недопустимым комиссии лимиты на переводы внутри банков но я вчера говорил что один процент час начали брать а цб назвал недопустимым а они все равно берут обвинение требует отправить преподавателя заложившего бомбы военной академии петербурга на принудительное лечение да его вообще в академии нужно отправить он умный к чертовой матери вашу эту военную академию ну а вот они хотят хотят психушку его какой-то закиров бывший сапер заложил бомбы ой а письков польша может быть угрозой для россии только из-за нато ну типа сама по себе она слабенькая да я как бы не спорю но там скоро будет нато там будут солдаты нато и будут угрожать пескову президент туркмении не приедет на парад победы да никто не хочет ехать олив не хочет пашинян не хочет туркмении не хочет да ничего делать собянин призвал сохранить удаленку на месяц-другой вот собянин он он противопоставляет себя путину вот явно причем явно да в москве войс там там вообще мрак тем более все сейчас повылазили а вот насчет сына никита хрущева я вам говорил что он это ой в американском городе крайнстон штат рой айленд а такого нет штата есть рода айленд штат скончался сын хрущева он оказывается смотрите в ссср сергей хрущев работал конструктором разрабатывал проекты крылатых и баллистических ракет а потом свалил в америку также он занимался созданием систем приземления космических кораблей в сша он читал лекции по историю университета брауна ну и подрабатывал наверное там в космической отрасли интересно отпустили да или он убежище попросил на общем как-то так павел дуров призвал пользователей игнорировать apple и google ну чтобы покончить с монополий миллиардер предлагает он миллиардер да предлагает устанавливать сторонний софт ребят я хочу сказать я так он мне не очень нравится да этот дуров но дело в том что они сильно они монополисты они монополисты и apple и google и они сейчас уже зарываются не закроют меня за это ну вот я так скажу саратовская мэрия переименовала часть про проспекта кирова это просто интересно но я из саратова да ну как это так вот часть взяли переименовали в другую улицу вот идет идет проспектировал бах это уже не проспектировал а это уже проспектировал здесь играть здесь не играть это рыба заворачивали да интересно ладно российских мужчин попросили отказаться от шорт в жару и чё в семейных что ли ходить до нужно соблюдать баланс между городским и пляжным стилями одежда ну на шортах ходят я в саратове чтобы я вышел в шортах да вы чё а здесь я ну я летом постоянно хожу шорты да не стоит летом носить шорты особенно если они работают в офисе не ребят погодите но в офисе конечно есть специальная одежда да ну те же что брюки вот ну а на улице почему нет ну ладно фиг бы с ним это россиян просят и у нас сегодня небольшой ролик нашего владимира бокова цветение белой акации ребят почему-то вдруг думают что владимир боков из краснодара дым вовсе даже нет у нас подмосковье вы чё ну посмотрите цветение белой акации я с вами на этот час прощаюсь пока пока доброе утро сегодня 18 июня 2020 года где-то решил взять еще один выходной и только завтра приступлю опять к огородным делам а сегодня надо ездить по магазинам готовится к приезду детей сумеется где мне можно найти очага очага хорошие мои так развел тут небольшой понимаете еще сыра вот хотя бы не только бы дни еще нам без дождей бы то можно было купить до тяжело пиши вороны то есть сороки тяжелая обработка картофель в этом году очень тяжело ладно это жимолостка приходит цветет скоро здесь такое будет засветут климатис мелкоцветные и крупноцветные тоже до буйство красок ожидается у нас доцвела белая акация молчала молчала всю весну еще с тубаном гуляем так я думаю ну все вот бьется с руб спиливать и его нет попробую сейчас вот так вот высоко и высоко и высоко нас метров 7 больше где там 7 8 метров высоту сейчас снимаю из сада а завтра утром сниму с дороги хорошо красотища красотища хорошо цветет доброе утро сегодня 20 июня 2020 года снимаю нашу белую акацию с улицы да красавица конечно могущий красавица понимаете мы весной гуляем здесь туманом я подумал все она засыхает подумал грешным делом нет она не засыхает так подумал так думаю как же я буду валить то куда что и как зря и так подумал зря расцвела нас красавица ну все еда дед с туманом погулял осталось слишком накормить и вперед за дела всего доброго не болейте